Начало повествования найдете в ссылке в комментариях под видео. Приятного прослушивания. Часть третья. В каменном мешке. Время шло. Для иных оно летело с быстротой человеческой мысли, для других тянулось шагами черепахи. Последние тяжелые, еле движущиеся шаги времени испытывали на себе все дворовые и отчасти крестьяне Дарьи Николаевны Салтыковой. Но как немедленно двигался для них год за годом, убегающая в вечность время не потеряла и для них несчастных своего всеисцеляющего свойства. Прошедшее, полное крови и мук, забывалось перед восставшим страшилищем такого же будущего. Забыта была и трагическая смерть Финки, память о которой почти изгладилась на Салтыковском дворе. Каждый из дворовых слишком много имел оснований дрожать за свою жизнь, чтобы вспоминать о смерти других. Не забыл, как оказывается, свою возлюбленную один Кузьма Терентьев, занявшись среди слуг Салтыковой после исчезновения Афимии Тихоновной, какое-то чисто исключительное положение. Первое время после возвращения с похорон мужа и посещения с Кузьмой волчьей погребицы Дарья Николаевна приблизила его к себе настолько, что дворовые зачастую видали его смело входившим в комнату барыни и возвращающимся оттуда через довольно продолжительное время. Злые языки разно толковали эти свидания, но, конечно, втихомолку, оглядываясь, с мужиком связалась барыня. Что ж, он ей, как есть под пару, такой же душегубец. Кузьма ходил к гоголям в новом платье, заломленной на бекрень шапкой, в смазанных сапогах, выхоленный, причесанный и всегда под хмельком. Так окончилось лето, и Салтыкова со всеми чадами и домочадцами перебралась в Москву, где, как заметили дворовые, близость барыни с Кузьмой прекратилась. Он стал пропадать из дома и пропивать с себя часто всю одежду, возвращаясь в лохмотьях, взятых на толкучки на сменку. Одежу ему давали снова, но барыня уже давно не допускала его к себе, махнув рукой на его поведение. По дому он не делал ничего, даже обязанности палача перешли к другому, а потому на следующее утро ему назначено было оставаться при московском доме. — Ничто? Пусть вас другое дерет, как сидоровых коз. Небось, мое сердобольство вспомните, — говаривал всегда полупьяный Кузьма, появляясь изредка в той самой застольной, где было положено начало его карьеры. — Меня не выделит. Я рыбье слово знаю. Дворовые молчали. Они знали, какое это было рыбье слово. Кузьма действительно около двух месяцев был капризом с Алтыковой. Зверство, высказанное им при расправе с Финкой, увлекло этого изверка в женском образе. Объятие злодея и убийцы показались ей верхом сладостного наслаждения. Зазнавшийся парень, однако, сам испортил все дело. Начал пьянствовать и, наконец, надоел Дарье Николаевне так, что та прогнала его от себя. — Живи, пьянствуй, но ко мне на глаза не показывайся, — сказала она ему. — И впрямь. Барыня, зачем тебе меня, мужика? — отвечал Кузьма Терентьев. В тоне его пьяного голоса послышались такие грустные ноты, что Салтыкова не утерпела спросить его. — Из чего ты пьешь? — Тризну правлю. — Какую такую тризну? — По ком? — По той, что зарыта там, в волчьей яме. — Вещь ты какой, так и ступай, поминай ее до смерти твоей, и буду. Так создалось исключительное положение в доме Салтыковой Кузьмы Терентьева. По приезде в город он стал пропадать, повторяем, из дома по неделям, сведя знакомство с лихими людьми и с пьяницами московскими. Дарья же Николаевна приближала к себе тех или других парней из дворовых, пока, наконец, на следующее улета не встретила в Троицком человека, который произвел на нее сильное впечатление. И связь, с которым продолжалась, для нее сравнительно долго, да и окончилась не по ее воле, как мимолетные капризы с дворовыми. Человек этот был молодой инженер Николай Афанасьевич Тютчев. Николай Афанасьевич родился под Москвой, недалеко от Сельгиево-Троицкой лавры, близ села Родонежа. В маленькой деревеньке, тесте его отца, бедного дворянина. Первые годы детства он провел среди крестьянских детей, ничем от них не отличаясь, и до десяти лет ничему не учился. Так, чтобы было полное основание полагать, что он останется недорослем. Но судьба судила иначе. В деревеньку как-то заехал дальний родственник отца, пленился сметливостью маленького Коли, увез его в Петербург и сдал в одно из инженерных училищ. Этим, впрочем, заботы благодетеля о Коле и кончились. Он забыл его. Забыли о нем и сами родители. Когда Тютчев двадцати лет окончил курс, вышел из училища, то, наведя справки о своих отце и матери, узнал, что они давно умерли. В конце царствования императрицы Елизаветы Петровны, предположено было к возведению какая-то казенная постройка близ города Подольска. И инженер Тютчев отправился на житье в этот город, где он долгое время находился без всякого дела, ожидая распоряжений из Петербурга. Распоряжений не приходило, и Николай Афанасьевич занялся от скуки ружейной охотой по соседним полям и лесам. В лесу, близ села Троицкого, он встретился с Дарьей Николаевной Салтыковой, объезжавшей свои владения и пригласившей его к себе на миску щей. Тютчев был действительно красивый мужчина, сильный, статный брюнет, с выразительными глазами, прямым, с маленькой горбинкой носом и толстыми чувственными губами. Знакомство завязалось, и вскоре молодой инженер стал чуть не ежедневным гостем Троицкого, а спустя немного времени уже хозяйничал в нем на правах близкого к Дарьи Николаевне человека. Близость между Тютчевым и Салтыковой продолжалась более года. Дарья Николаевна любила Тютчева, но любовью страшной, почти дикой. Что-то жестокое и зверское было в ее привязанности к Николаю Афанасьевичу. Бывали минуты, когда она, пылая к нему особой нежностью, начинала кусать его, терзать, душить, даже резать ножом. В один из таких своеобразных припадков нежности со стороны Салтыковой Тютчев взбесился и, в свою очередь, здоровым сильным кулаком повалил Дарью Николаевну на пол. Та от души хохотала, катаясь на полу, вся раскрасневшаяся, со сверкающими страстью глазами и задыхающимся, хриплым голосом повторяла. «Вот так молодец, Коленька, молодец! Ткни еще раз в морду-то! Ткни, милый, ткни!» Тютчеву, однако, не было суждено смирить бешеный нрав даже любившей его женщины-зверя. На следующее после знакомства лето, заподозрив его в неверности, Дарья Николаевна приказала запереть его в волочью погребицу, где несчастный инженер провел страшную ночь и лишь к утру какими-то судьбами успел убежать от рассверепившей Мегеры Салтыковой, готовившейся наказать своего изменщика розыгами. Бешенство Салтыковой, узнавшей о бегстве своей жертвы, не поддается описанию. Она бросилась в погоню за своим возлюбленным в Подольск, но там не застала его, так как он успел бежать сперва в Москву, а затем в Петербург. Безуспешные поиски привели Дарью Николаевну в еще большую ярость. В кровавых расправах с дворовыми она надеялась утешить ее. По возвращению в Троицкое она собственноручно задушила девушку Марью. Заподозренную ею в заигрываниях с Тютчевым засекла до смерти дворовую женку Анну Григорьевну и убила скалкой жену дворового Ермолая Ильина. Последние две были обвинены Салтыковой в содействии любовной интриги Николая Афанасьевича с Марией. Обозленный Ермолай Ильин подал жалобу один от своего лица с перечислениями всего того, что творила Салтычиха. Но и его жалоба, как и жалобы прежних дворовых, была признана изветом. Ильин по наказании кнутом был возвращен помещице и вскоре умер. Племянник Гайдука Хрисанфа, любивший задушенную барыней Марью, запил с горя и сгрубил Дарьи Николаевне. Он был за это утоплен в сажалке для рыбы. По возвращении в Москву Салтыкова не переставала наводить справки о Тютчеве. И, наконец, получилось сведение, что Николай Афанасьевич возвратился в Москву. И даже нашел себе невесту, дворянку Анастасию Понютину, имеющую свой дом на самотеке, где Тютчев и поселился. Салтыкова послала ему несколько писем, но они остались без ответа. Тогда, в одной из зимних ночей, Дарья Николаевна собрала десятка-два пары дней из своей дворни и под ее собственным предводительством учинила нападение на дом Понютиной. Но нападение было отбито слугами последней. Слух об этом ночном нападении быстро разнесся по Москве. Началось, казалось, энергичное следствие. Инженер Николай Афанасьевич Тютчев поднял тревогу о грабеже и подал челобитную полицейскую канцелярию, обвиняя в разбойном нападении вдову ротмистра гвардии Дарью Николаевну Салтыкову с челягинцами. Главной уликой против нее был найденный близ пруда труп убитого пороховым орудием дворового человека Салтыковой. Но, несмотря на это, дело затянулось и, в конце концов, канцелярия не нашла данных для следствия и дело как-то быстро было замято и забыто. Тем более, что и Николай Афанасьевич, измученный судебной волокитой, по настоянию своей невесты отказался от доноса, заявив, что сделал это сгоряча, по недомыслию, и готов просить у Дарьи Салтыковой публичной милости. До публичной милости его не довели, но взыскали и значительный штраф, заплаченный, конечно, Панютиной. Тютчев вышел по болезни в отставку и уехал в имение Панютиной в Орловскую губернию, где я ввенчался с нею. Все эти похождения первых годов вдовства Дарьи Николаевны не представляют не только ни малейшего вымысла, но и ни малейших прикрас автора. Все это занесено на страницы подлинных о ней дел, производившихся в тогдашней московской полицейской канцелярии, и, быть может, до сих пор дела эти хранятся в московских архивах. Быть может, читатель справедливо полюбопытствует о судьбе сыновей Дарьи Николаевны Салтыковой и ее покойного мужа, Федор и Николая. Неужели, спросит он, эти несчастные дети в самом нежном возрасте были свидетелями всего происходящего в доме грозной родительницы и бесхарактерного больного родителя? На этот вопрос нельзя ответить совершенно утвердительно, так как дети Салтыковой имели как в Москве, так и в Троицком совершенно отдельное помещение. Сданы были нянюшкам и мамушкам и иногда по целым неделям не видели родителей, которые оба, кажется, почас забывали о их существовании. После смерти мужа Дарья Николаевна отправила обоих своих сыновей в Петербург к племяннику Глеба Алексеевича, Николаю Ивановичу Салтыкову, где они ее воспитывались среди роскошной и аристократической обстановки, забытые матерью и забывшие, в свою очередь, о ней. У Дарьи Николаевны был, впрочем, при этом и другой расчет. Дети стесняли ее и в отношениях с дворовыми, и в отношениях к Тютчеву, за которого до самой последней минуты, когда он оказался потерянным для нее навсегда, она все еще имела намерение выйти замуж. Но кроме этих удаленных из Салтыковского дома детей, в нем находились еще, если не забыл читать, двое других, более взрослых, внучатых племянников покойной Глафиры Петровны Салтыковой, Маша и Костя. Ко времени нашего рассказа они давно уже вышли из отрочества. Маше шел 17-й, а Косте 21-й год. Высокая, стройная шатенка с нежным цветом лица, Маша или Мария Осиповна Оленина, как значилось в бумагах, производила неотразимое впечатление на всех ее окружающих. Синие чистые глаза, блеск которых смягчался длинными густыми ресницами, глядели ясно и прямо, и выражали действительно, как зеркало, добрую душу их обладательницы. Весь дом, вся дворня положительно боготворила ее. Сама Дарья Николаевна первые годы не могла порой не приласкать эту чудную девочку. Но по мере того, как она вырастала, стала избегать Маши. Быть может, чистый, лучистый взгляд молодой девушки проникал даже в черную душу этой женщины-зверя, поднимая со дня этой души, лежавшей глубоко на дне, ее угрызения совести. Помещенная совершенно отдельно, как в Москве, так и в Троицком, она иногда по целым месяцам не видела ни Дарьи Николаевны, ни Глеба Алексеевича, которому первая ревниво никого не допускала. Любимым препровождением времени Мария Осиповна было рукоделие, в котором она была чрезвычайной мастерицей чтения и по праздникам посещения церковных служб. Костя, ставший уже Константином Николаевичем и носивший фамилию Рачинского, сделался тоже высоким статным юношей с черными, как смоль, волосами и большими жгучими черными глазами. Легкий пышок на верхней губе и части щек юноши оттенял их белизну и свежесть, указывая на то, что жизнь в ее низменных животных проявлениях еще не успела дотронуться до него своим тлетворным крылом. Маша окончила воспитание, выучившись грамоте. Костя же по совету священника церкви Николая Явленного отдан был приходящим учеником в духовное училище, где, окончив прекрасно курс, поступил на службу в канцелярию главнокомандующего. Судьба улыбалась ему более, нежели Маши. Последняя, живя в доме Салтыковых, в качестве сироты приемыша не имела и не могла иметь никаких надежд на будущее. Торжественное обещание Дарьи Николаевны, данное во время одной из панихид у гроба Глафиры Петровны, об исполнении воли покойной, то есть о том, что все состояние старушки Салтыковой будет разделено поровну между сиротами, конечно. И было только обещание, необходимым в то время, чтобы накинуть платок на роток многим лицам из московского общества, заговоривших очень прозрачно о странной смерти генеральши Салтыковой. Прошли года. Смерть эта была забыта. Забыто было и обещание. Правыми оказались те, которые говорили тогда. Ни синь пороха не получат детки. Не получат они детки. Таким образом, Маша Оленина была в буквальном смысле бедной сиротой, жившей из милости в доме богатой, очень дальней родственнице, почти чужой женщины, да при том, эта женщина была Салтыкова. Бог, заступник-сирот, по своей неизреченной милости, одарил Марью Осиповну нравственной силой, которая, с одной стороны, держала, как мы видели, в почтительном отдалении от нее эту женщину-зверя, а с другой, спасла ее от отчаяния и гибели среди адской обстановки жизни дома Салтыковых. Бессильная помощь жертвам зверских расправ Мария Осиповна горячо молилась за них перед престолом Всевышнего, находя в своем любвеобильном сердце теплые слова молитвы даже за безумную кровопийцу, как она называла Дарью Николаевну. В своих религиозно-нравственных мыслях она считала Салтыкову больной, одержимой, и хотя тщетно, но молилась об ее исцелении. В другом положении находился товарищ ее детских игр, ее друг Константин Николаевич Рочинский. Не прошло и полугода после смерти Глаферы Петровны Салтыковой, когда Дарье Николаевне прибыла власть, имущая в Москве особо. Принята была особо, конечно, с должной торжественной почтительностью. Ее встретила Дарья Николаевна, извинившись за мужа, лежавшего больным. Что он во все хворает? Нехорошо, нехорошо, скажите ему, что я сказал. Нехорошо, заметила особа, усаживаясь по приглашению хозяйки в гостиной. Я и сама, ваше превосходительство, ему твержу, что нехорошо. Не бережется. Что с ним поделаешь? Самовольство такое? Что да напади. Мне тоже. Что за радость? Измучилась я с ним. Ох, как измучилась. Понимаю, понимаю. Вхожу в ваше сударыне положение. Молодой жене здоровый муж требуется. Особо захихикала. Дарья Николаевна почтительно улыбнулась. А я к вам с радостью. Счастье Бог послал в вашем доме сиротам. Счастье. Салтыкова вопросительно смотрела на особу и молчала. Константин-то, Рачинский, мальчик-то, внучатый племянник покойной Глафиры Петровны, оказался племянником моего старого, теперь уже тоже покойного, друга Сергея Петровича Рачинского. Вот как-с. Особо остановилась. И вынув из кармана табакерку, украшенную эмалированным портретом императрицы Елизаветы Петровны, с наслаждением стала нюхать табак. Племянником друга вашего превосходительства очень рада, бессвязна, все еще мало понимая, к чему клонит гость, заметила Салтыкова. Я знал, я знал, я знал, что у вас найду сочувствие, поэтому сейчас к вам и приехал. Как благодарить вас, ваше превосходительство? Не за что. Я прежде всего справедлив. Что сам знаю, что сам вижу, тому и верю. Наговором и сплетням никогда. Если бы при вашем уме и проницательности... Проницательный я точно. Очень проницательный. Насквозь людей вижу. Но к делу, сударыня, к делу. Я вас слушаюсь. Теперь об одном питомце забота с вас свалилась. А Маша невзначай разбогатела. Как это так? Да так. В наследстве, после Глафиры Петровны, Костя не нуждается. Миллионер он. Миллионер? Даже приподнялась с кресла Дарья Николаевна. Миллионер, повторила особо. Дядя его, Сергей Петрович Рачинский, сибирский золотопромышленник, умер и по завещанию сделал его своим единственным наследником, а меня просил быть душеприказчиком и опекуном. Какой случай? Воскликнула Дарья Николаевна. Истинно дело проведения. Письмо мне старик написал перед смертью, такое прочувствованное, что я даже плакал, читая. Просил принять на себя исполнение его последней воли. За долг почту. За долг. Но вы его, конечно, не возьмете от меня. Ваше превосходительство. Вдруг с неподдельной печалью в голосе заговорила Салтыкова. Я так люблю сироток, так к ним привыкла. К тому же, воля покойной тетушки Дарья Николаевна даже прослезилась. Если вам не в тягость, пусть живет у вас. Я покоен. У вас ему будет хорошо. Обучать его надо. Отец Николай, так звали священника церкви Николая Явленного, советует отдать его в духовное училище. Что ж, это хорошо. Коли мы его по статской пустим, я признаться сам за статскую службу. Особо дослужилась до высших чинов, состоя, как выражались в то время, при статских делах. А потому не одобряла военной службы. Так и сделаем. Пусть ходит в школу, а у вас живет, и пусть даже не знает, что положение его изменилось. Сознание богатства портит характер. Менит 21 год, проснется богачом, не избалованным, не мотом, а настоящим человеком, продолжала особо. По истине сказать, ваше превосходительство. Умное ничего и придумать нельзя. Восторгалась Дарья Николаевна. А мне это сразу сейчас пришло в голову. Удивительно. Особо самодовольно улыбнулась. Но наследство тетушки все-таки останется его. Маше довольной половины. Она обещает быть красивой девушкой. За богача выйдет, заметила Салтыкова. И при этом воля покойной тетушки, я ее изменить не вправе. Золотое у вас сердце, Дарья Николаевна. Делайте, как знаете. Она сконфуженно потупилась. Со смертью тетушки я потеряла лучшего друга. Я готов быть им для вас всегда. Ваше превосходительство. А может быть, мы их еще и поженим? Начала фантазировать Особо. Родство между ними, как говорит народ, седьмая вода на киселе. А привычка детства часто превращается в прочное чувство любви. Особо вздохнула. Вздохнула и Салтыкова. Как знать будущее? Все от Бога. Это верно. Но человек может предполагать. Конечно. Просидев еще несколько времени и условившись о сохранении тайны полученного кости наследства, особо уехала. Дарья Николаевна проводила его до передней. Ишь и радость, какую сообщить пришел. Старый хрыч. Ворчала она, идя в свою комнату. Мне-то какое дело до этого пащинка? А хорошо бы. Вдруг даже остановилась она. Прибрать и эти денежки так своим рукам. Да не осилишь его, старого черта. Впрочем, подумаем, может и придумаем. Жизнь кости от полученного наследства ничуть не изменилась, если не считать, что по праздникам он в сопровождении слуги был посылаем на поклон к власть имущей особой, которая дарила его изредка мелкими суммами на гостинцы. Купленные на эти деньги гостинцы он по-братски делил с Машей, который был привязан чисто братской привязанностью и без которой не мог съесть кусочка. Дети были неразлучны, как при жизни Глаферы Петровны, так и в доме Дарьи Николаевны. Последнее, после полученного известия о свалившемся с неба богатстве кости, косо поглядывала на эту дружбу. Но боясь, как бы мальчик не пожаловался особе в одной из своих к ней посещений, да и вообще не рассказал бы многое, чему был свидетелем дома, не решалось принять против него резких мер. Костя действительно молчал, но не потому, что домашний ад Салтыковых не производил на него впечатления, а потому, что власть имущая особа, всегда наставлявшая его любить и уважать тетю Доню, не внушала доверия мальчику. Костя не пускался с особою в откровенности и отделывался вежливыми ответами на вопросы и почтительным выслушиванием нравоучений. Власть, имущая в Москве особо, оказалась права. Привычка детства между Машей и Костей действительно с течением времени превратилась в серьезное прочное чувство. Этому способствовала в данном случае исключительная обстановка из жизни. Вечная буря царствовала в доме Салтыковых. Все дрожало, все трепетало под гнетом тяжелой руки властной помещицы. Подобно птичкам во время бури и грозы, забирающимся в самую густую листву дерев и, чутко насторожась, в немлещем разбушевавшейся природе, Костя и Маша по целым часам сидели в укромных уголках своей комнаты, разделенной ширмами. И с нежных дней раннего детства привыкли находить в этой близости спасительное средство к уменьшению порой обуявшего их панического страха. Приставленные к ним слуги обоего пола наблюдали за их воспитанием лишь в смысле питания. А потому девочка и мальчик поневоле только друг с другом делились своей начинавшейся пробуждаться духовной жизнью. Это не привлечение. Ушиб одного из детей отзывался на другом. Как ни странно, чисто физической болью, такая близость детского возраста была, конечно, только инстинктивна. И много лет доставляла им лишь нравственное удовольствие. Но шли годы, дети развивались физически и наступил момент, когда они вышли из положения средних существ и почувствовали свою разнополость. Первая насторожилась в этом смысле Маша, когда ей пошел 14-й год. Детей за год перед этим разместили по разным комнатам, к великому их обоим огорчению. И Маша первая сознала всю целесообразность этой принятой старшими меры. 16-летний Костя, еще совсем ребенок, был неутешен гораздо долее. А заметив к тому же отношение к нему своей подруги детства, непонятную для него натянутость и сдержанность, долго ломал свою юную голову над разрешением причин этого. Несколько неосторожных слов, сказанных при нем дворовыми, как это бывает всегда, открыли ему глаза, сдернув безжалостно ту розовую сетку наивности, которой так скрашиваются годы ранней юности. Костя понял и стал анализировать свои чувства к Маше. Этот анализ привел его к заключению, что для него она единственное существо, которое он любит, что жизнь, лежащая перед ним, неизвестной землей, без нее, вдали от нее, не укладывалась в его голове. Она для него была все. И первые мечты его уже зрелой юности начались ею и ею оканчивались. Зная понаслышке из разговоров с товарищами о чувстве любви между мужчиной и женщиной, Костя понял, что он любит Машу, к тому времени уже ставшей Марьей Осиповной, именно этой любовью. Инстинктивно почувствовавшая неловкость близости к Кости, Маша, однако, не могла доискаться более долго ее причин. Она видела в Кости своего друга, своего брата, но не представляла его себе мужчиной. Мужчина в смысле предмета страсти еще не вырисовывался на чистой таблице ее девственной души. Вся отдавшая чтению и молитвы молодая девушка с удовольствием проводила в беседе с Костей свое время, досуг. С интересом выслушивалась сперва его рассказы о порядках и обычаях школы, для нее совершенно неизвестного мира, а затем о его службе. Разговоры были сдержаны и не вызывали в ней ни малейшего волнения. Даже волнение, которое часто ощущал порой ее собеседник, когда брал ее за руку или сидел слишком близко около нее, не передавалось ей. Первый толчок, однако, к полному разумению их взаимных отношений для Марии Осиповны дал именно один из таких разговоров. Они сидели перед вечерним сбитнем в комнате Маши. Любительница порядка и чистоты Дарья Николаевна Салтыкова, надо отдать ей справедливость, устроила помещение для своей питомицы, хотя и просто, но удобно. Обитая светленькими обоями, сблестевшей чистотой мебелью и белоснежной кроватью, комната молодой девушки представляла из себя такой девственно чистый уголок, в котором даже глубоко развращенный человек приходит в молитвенно-задерцательное состояние. На чистую же душу юноши ребенка, Кости, комната Маши, производила впечатление святыни. Он в ней тише говорил, тише ступал по полу, как бы боясь нарушить каким-нибудь резким дезонансом чудную гармонию чистоты и невиновности, царившую, казалось, в этом укромном уголке. Товарищи все шутят, пристают ко мне, говорил Костя. Ты, говорят, уж мужчина, вон у тебя усы, ты чиновник. Неужели ты ни за кем еще не ухаживал? Не ухаживал. Что это значит? Вопросительно посмотрела на него чистым взглядом своих чудных глаз Маша. Как, разве ты не понимаешь? Не ухаживал, конечно, за барышнями. За барышнями? Повторила Маша, и голос ее почему-то дрогнул. Как это не ухаживал? Ну, то есть, как тебе это сказать? Не любезничал, не говорил, что они мне нравятся, не целовал ручек. А зачем это? Как зачем? Да ведь я мужчина. Мужчина. Они говорят, что я жених. Жених чей? Встрепенулась Маша. Ни чей, а так. То есть, человек, который может жениться. Жениться? Оба замолчали и погрузились, видимо, каждый в свои собственные думы. А ты видел таких барышень, с которыми тебе хотелось бы быть любезным? Которые тебе бы нравились? Вдруг, вскинув на него свои чудные глаза, спросила с расстановкой, почти задыхаясь, молодая девушка. Нет, отвечал простодушно Костя. Там, где я бываю, таких я не встречал. Я ни одно еще не видел лучше тебя. Меня? Повторила Маша. Она вся вспыхнула и низко-низко опустила голову. А ты все-таки когда-нибудь женишься? Прошептала она. В голосе ее послышались слезы. Нет, Маша, я об этом еще не думал. Но если бы я хотел на ком-нибудь жениться, то это на тебе. На мне? Прошептала молодая девушка. Да, на тебе. Чтобы мы могли не расставаться с тобой всю жизнь. Позволит ли нам тетя Доня? Скоро я совершеннолетний и могу делать, что хочу. Но ведь я? Я завишу от нее. Я тогда поговорю с ней. Она согласится. Я ей скажу, что не могу жить без тебя, милый. Он в первый раз после того, как они вышли из детства, взял ее за талию и привлек к себе. Она, вся дрожащая от садострастного волнения, со слезами радости на глазах, не сопротивлялась. А ты? Ты хочешь быть моей женой, милый? Мы тогда будем жить не так, как тетя Доня с покойным дядей Глебом. Мы будем добры друг к другу. Я буду смотреть тебе в глаза и предупреждать всякое твое желание. И я, милый. Она совсем склонила на грудь свое плачущее лицо. Он стал играть рукою в ее чудных волосах. Несколько минут, как загипнотизированные, они оба молчали. Это были такие мгновения, когда сердца их, переполненные чистотой взаимной любви, не позволяли словам срываться с уст. Для выражения охватившего их обоих чувств и не было слов. Да их и не надо было. Они оба поняли, что они соединены навеки. И никакие житейские бури и грозы, никакие происки злых людей не будут в силах разорвать этот истинный союз сердец. Их взаимное признание не окончилось даже банальным поцелуем. Духовно соединенные вместе, они не решились бы профанфировать эти мгновения даже чистым поцелуем. В их умах и сердцах началась та тождественная работа, которая скрепляет узы любви лучшие продолжительных бесед и взаимных созерцаний. Каждый из них унес в себе образ другого. Каждый из них, будучи наедине с собой, не почувствовал себя одиноким. В молодом организме кости сразу забышевала молодая кровь, и пленительный образ Маши воплотил в себе ту искомую в эту пору юности женщину, которой отдаются первые мечты и грезы, сладостные по их неопределенности и чистые по их замыслам. Обоюдное признание без объятий и даже без первых поцелуев явилось настолько, однако, удовлетворяющим его чистое чувство, что сладкая истома и какое-то полное неизъяснимого наслаждения, спокойствия воцарилось в его душе. «Она моя! Она будет моей! Безраздельно! Вечно!» Восторженно повторял он сам себе. Он закрыл глаза, и образ смущенной Маши восставал в воображении, а в ушах звучала мелодия ее слов. «Милый, милый, милый!» Для кости все происходящее между ним и Машей было счастьем, но не было неожиданностью. Он уже давно чувствовал, что любит свою подругу детство иною, чем прежде любовью, и только перемену ее к нему отношений не лишался истолковать исключительно в свою пользу. «Быть может, – думал он, – она просто не чувствует ко мне ничего, кроме братской привязанности, намеренно отдаляется, поняв, что я питаю к ней теперь иное чувство. Она любит тебя! Она любит тебя!» Прерывал эти думы какой-то внутренний голос, но он старался не слушать его, боясь разочарования. Люди, желающие чего-нибудь сильно, суеверно стараются доказать себе, что этого, конечно, и не случится. Они как бы закаляют себя, чтобы вынести возможные тяжелые разочарования. Им кажется, что если они в чем-нибудь будут сильно уверены, то это именно и обманет их, стараются разубедить себя даже при очевидной исполнимости страстно желаемого. Таково общее свойство людей. То же было и с Костей. Когда же произошло то, чего с таким трепетом ждало его сердце, ему показалось, что он этого давно ожидал, что иначе даже и быть не могло. Но это сознание не уменьшило, однако, его счастье. Маша, еле проглотив свой сбитень, ушла в свою комнату, и тут сдержанность покинула ее. Она, не раздеваясь, бросилась на постель, упала головой в подушку и тихо заплакала. Это были слезы радости. Они явились лишь потому, что потрясенные нервы молодой девушки не выдержали. Происшедшая жизненная катастрофа должна была чем-нибудь разразиться. Она разразилась слезами. Признание Кости в любви и ее собственное признание ему во взаимности являлось для нее потрясающей неожиданностью. Так вот почему его близость смущала ее. Вот почему она так сторонилась его, и часто взгляд его, останавливающийся более или менее долго на ней, заставлял ее краснеть и потуплять очи. Она любит его. Любит. Что значит это слово? Она знала, что существует брак, что в браке с Божьего богословения супруги становятся друг другу самыми близкими существами. Оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будет два плоть едино. Мелькал в голове ее текст священного писания. Она любит Костю именно так, чтобы оставить всех и прилепиться к нему. Она хотела бы, чтобы он чувствовал так же. И он чувствует. Он сказал ей это какой-нибудь час тому назад. Но почему же она теперь так сразу поняла то, что не постигла последние годы, когда произошел вдруг какой-то странный перелом в их отношениях. Она начала думать над этим вопросом и вспомнила. Она поняла это тогда, когда она заговорила о других девушках, за которыми он, по мнению его товарищей, мог ухаживать, на которых мог жениться. Она почувствовала и теперь, как тогда, когда он сказал ей это, каким болезненным трепетом забилось ее сердце. Вся кровь бросилась ей в голову при одной мысли, что другая будет сидеть с ним рядом, так же близко, как она, что с другой он будет ласков, быть может ласковее, чем с ней. Она поняла тогда, что любит его. Теперь все решено. Он ее, она его. Маша встала с постели, отерла глаза от слез. Они сиялись светом и радостью. Она опустилась на колени и стала молиться. Она благодарила Бога за дарованное ей счастье. Она просила его благословения на предстоящий брак. Она не знала, какие испытания еще ждут ее впереди, если даже этому, богословенному Богом счастью, суждено сбыться. Истинные влюбленные похожи на скупщиков. Они ревниво охраняют сокровища своего чувства от посторонних взглядов. Им кажется, что всякий, вошедший в святая святых, их сердец, унесет с собой часть этого сокровища или же, по крайней мере, обесценит его своим прикосновением. То же произошло с Машей и Костей на другой день после вырвавшегося у них признания. Они стали осторожны при людях, и деланная холодность их отношений ввела в заблуждение не только прислугу, но и саму Дарью Николаевну Салтыкову. Ишь, наша женишок-то с невестошкой, как звала с легкой руки отца Николая, Машу и Костю дворня. Ходят точно чужие. Не взглянут даже лишний разок друг на друга. «Врал старый пес про какую-то привязанность с детства», – думала Салтыкова, припоминая слова «власть имущей в Москве особо». Они, кажись, друг от друга стали воротить-то рыло. Она с удовольствием уверяла себя в этом, как в отсутствии одного из препятствий в плане ее. Но ни прислуга, ни Дарья Николаевна, и не подозревали силы и живучести этой таинственной, незаметной для них связи, которая крепла день ото дня между любящими сердцами, несмотря на то, что свидания их бывали по нескольку минут, что красноречие мимолетных взглядов заменяло им красноречие слов. Несколько успокоившись после неблагоприятной для нее развязки романа с инженером Тютчевым, Дарья Николаевна обратила свое внимание на двадцатилетнего Костю. Положение его в доме вдруг странно изменилось. Вернувшись однажды со службы, он не узнал своей комнаты. В нее была поставлена лучшая мебель из кабинета покойного Салтыкова, и на всем ее обранстве лежал отпечаток желания угодить его вкусам. Он, кроме того, застал из себя белокурую Дашу, приближенную горничную Дарьи Николаевны, тщательно стелившую на один из поставленных столиков богатую салфетку. Даша уже окончательно освоилась своей ролью на перстнице Салтыковой и задавала тон среди дворни. Она действительно умела угодить грозной барыне, и была ей убита лишь несколько раз, и то не сильно. В средствах для угождения она была, однако, очень неразборчива, и в числе их были послушание и научничество, за что остальная прислуга ее ненавидела и невольно теперь, по происшествии многих лет, вспоминала Фимку. «Что это значит?» – с недоумением, оглядывая убранство комнаты, спросил Константин Николаевич. «А это барыня, Дарья Николаевна, приказали, чтобы у вас, барин, было все, что ни на есть лучшее. Сами сегодня, пока вас не было, приходили сюда и указывали, что где поставить». И действительно, по беспорядочной расстановке богатых и дорогих вещей, был заметен грубый вкус Салтыковой. «Вот как? А почему это? Почему?» «Так вы и не догадываетесь!» – лукаво улыбнулась Даша. Костя смотрел на нее вопросительным взглядом. «Эх, барин, ведь чай не маленький, а не понимаете, для чего наша сестра о мужчине заботится?» «Ваша сестра о мужчине?» – повторил Костя. «Это я так, к примеру. Нашей сестрой называла женщину. Холопка или бариня? Все едино. Чувства-то одинаково. Чувства?» Даша подошла ближе к Константину Николаевичу и таинственно прошептала. «А уж как вы, барин, нашей барине Дарье Николаевне нравитесь. Просто ужасти». «Какие ты говоришь глупости, Даша!» – заметил он. «Вот уж совсем напротив. Правду сказала. Так нравитесь, что захотите не то, что над вами, а вы над ней верховодить начнете». Константин Николаевич понял. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он за последнее время много думал о пережитом и переведенном в доме своей приемной матери, тете Доне, как продолжал называть ее по привычке детства и составил себе определенное понятие о нравственном ее образе. Она одинаково требовала жертв как для своей зверской ласки, так и для своего зверского гнета. Неужели Рог теперь судил ему сделаться этой жертвой? Если она что задумала, то спасения нет. От нее нельзя ждать ни снисхождения, ни пощады, ни злось в его голове. При этой мысли кровь прилилась снова к его сердцу. Оно трепетно забилось. Он побледнел. Даша по-своему растолковала его смущение и задумчивость. «Уж вы, барин, будьте покойны. Ни на капельку я не вру. Да и сами видите, всю, что ни на есть лучшую мебель из бариного кабинета сюда приказала перенести. И это не даром. Даже для Николая Афанасьевича она многое жалела. Деньгами его не очень-то баловала. А для вас все ей нипочем. Поистине для милого дружка истережка из ушка. Перестань болтать!» Остановил ее молодой человек до глубины души, возмущенный сравнением его с Тютчевым, которого он глубоко презирал за играемую им около салтыковой роль. И эта роль вдруг теперь предназначается ему. «Не болтаю я, барин, а дело говорю!» Не унималась молодая девушка. «Счастье вам Господь Бог посылает». «Счастье!» «Счастье с иронием», — повторил он. «Истинно счастье!» Баронь-то до сих пор краль описанная. Из южины такую не выкидывают. «Толста немножко, ну, да это ничего, мягкая. А уж и любит вас! Ох, как любит!» Даша даже захлебнулась и всплеснула руками, желая более образно показать любовь салтыковой кости. «Я тоже люблю тетю Доню», — серьезно заметил он. «Не о такой я любви, — говорю, батюшка-барин. Какая там она вам тетя? Не тетя она хочет быть вашей!» Снова лукаво улыбнулась Даша. «А лебедушкой вашей, лапушкой!» «Я не хочу этого и слушать!» «Так не слушать!» — вдруг возвысила голос Даша. «Коли барыня приказала вам выслушать барыня, а то кто же!» «Не от себя же я пойду к вам такие разговоры разговаривать!» «Да это тетя Доня!» «Тетя Доня!» — передразнила его молодая девушка. «Задаст она вам уже тетю!» «Барыня молодая, красивая, а ее в тете жалуют!» «Обидно!» «Откровенность Даши о том, что она говорит по поручению своей барыни, окончательно ошеломила Костю. Те же мрачные мысли о неизбежности предстоящей судьбы посетили его. Он даже почувствовал какую-то общую слабость. Ноги его подкашивались. Он подошел к креслу и отпустился на него. «И приказано вам сегодня вечером после избитню беспременно прийти к Дарье Николаевне!» Продолжала уже строгим тоном Даша, а затем, ударив по бедрам руками, добавила. «И какой же вы мужчина!» «Обабы испугались!» «Приласкаете ее!» «Вас к чаю не слиняют!» «Ей забава, а вам выгода!» «Эх, барин!» «Молоды вы еще!» «Зелины!» «Может, потому наши-то и не нравитесь?» «Скорее всего, нравитесь!» С этими словами приближенная горничная Салтыкова удалилась из комнаты Кости. Он некоторое время продолжал сидеть неподвижно с глазами, устремленными в одну точку. Перед ним несся восхитительный образ Маши, наряду с расплывшейся толстой фигурой Салтыковой. Всепоглощающее чувство любви к первой охватило все существо молодого человека, и рядом с ним в его душе появилось чувство омерзения к этой толстой, безнравственной бабе, подсылающей к нему свою горничную и старающейся купить его чувство подачками. Он откинул презрительным взглядом окружающую обстановку. Нет, нет, надо бежать, бежать сейчас же из этого дома, где несколько часов разделяет его от возможного, быть может, вынужденного падения. Он молод, силен, и кто знает, барыня-то до сих пор краль описанная, толстенькая немножко, но, да это ничего, пронеслось во уме замечание Даши. Бежать! Бежать! Но как бежать? Бежать, не повидавшись, не переговорив с Машей, это невозможно. Что передумает она? Сколько проскучает она? Да и куда бежать? Это надо обдумать. Не идти сегодня туда. Этого нельзя. Она пришлет опять. Да неужели у меня не хватит силы устоять перед ней? Я люблю Машу, и эта любовь спасет меня. Я не оскверню чувства. Константин Николаевич встал и даже весь выпрямился, как бы ощущая себя прилив силы. Силы духа, силы чувства, силы любви, способные одержать победу над силой страсти, силой чувственности, силой тела. Он решил помериться с этой силой лицом к лицу со своим врагом. Этим врагом являлась для него тетя Доня. Дарья Николаевна, между тем, зная, что Костя вернулся со службы и что Даша должна ему намекнуть на предстоящее свидание и объяснение с ней вечером, волнение ходило по своей комнате. Страстная натура этой перезрелой женщины действительно сказалась в ней. Когда она пристально смотрелась в своего красавца-приемыша, сначала она не обращала на него внимания, считала его ребенком. Как всегда бывает, что люди, живущие вместе, сохраняют относительно друг друга первые впечатления. Она, как и другие, не заметила, как вырос Костя, и как из 12-летнего тщедушного мальчика он сделался 20-летним сильным красивым юношей. Не нынче завтра миллионер, на состоянии которого разгорались зубы Алчной Салтыковой. Он невольно обратил на себя ее исключительное внимание и, к своему удивлению, она увидела, что этот нетронутый жизнью юноша и без его миллиона представляет интерес в смысле любовного каприза. В голове Дарьи Николаевны тотчас же сложился в этом смысле гениальный, по ее мнению, план. Как все стареющие красавицы, она твердо верила в полную прежнюю силу своих чар и тотчас решила, завладев Костей, вместе с ним завладеть и его состоянием. Она думала, что еще ни одна женщина не была предметом его грез и мечтаний, а потому при мнении о себе, как о женщине, заранее отрубила победу над нетронутым третворным дыханием жизни юношей. При одном воспоминании об этой победе, глаза ее метали искры, по телу пробегала дрожь. Ну, что? Что он? Быстро подошла она к вошедшей в комнату Даши. Да и что говорить-то, барыня? Дитя он несмышленное, ребенок, да и только. В чем же дело? Да что? Молчит, на меня уставился, то краснеет, то бледнеет. Под конец даже ноги у него сердечного подкосились. Чего же это? Чего вести? С радости Салтыкова улыбнулась довольную улыбку. Ты думаешь? И думать тут нечего. И видела я, что с ним сталось. Как намекнула я, что он вам нравится. Весь затрясся от радости. Что ты говоришь за глупости? Это он мне? Не верит? Не верит? Да и как верить, коли счастье ему привалило? Безродному. Красавица такая первещая, как вы. Матушка барыня. Дарья Николаевна. На него внимание обратили. Известно дело. Обалдел. Значит придет? Вестимо придет. Так и сказал. Ничего он не сказал. Да и что же ему говорить-то? Кто от своего счастья будет отказываться? Но что же он сказал? Допытывалась Дарья Николаевна. Да ничего барыня не сказал. Так и ничего. Ничегошеньки. Обомлел весь? Говорю. Обомлел. Ушла я. Он ровно в каком столбнике остался. Может ты ему что лишнее сказала? Чего же лишнего-то? Все сказала, что надо было. Что вы приказать изволили. Хорошо. Ступай. Даша вышла. Дарья Николаевна опустилась в кресло и откинула назад свою, все еще надо сознаться, красивую голову. Хотя с несколько обрюзшими чертами. Полнота ее, развивавшая во время замужества, не коснулась лица. Или коснулась его в незначительной степени. Теперь на этом лице появилось выражение полного довольства. Она истолковала рассказ Даши именно в том смысле, в каком передала его ее наперсница. Минутное сомнение, что горничная не так поняла состояние духа Кости, которая выразилась в вопросе, может ты ему что лишнее сказала? Исчезла. Теперь Салтыкова уже была вполне убеждена, что красивый юноша именно обалдел от предвкушения счастья быть обласканным ею, Дарьей Николаевной. На губах ее играла сладострастная улыбка. Она строила планы один другого соблазнительнее предстоящего вечернего свидания. Она видела уже смущение Кости при первых намеках на любовь, на близость. Она сумеет рассеять это смущение. Она откроет ему двери рая. Он выйдет от нее обновленный. Он выйдет от нее рабом. Дарья Николаевна встала, подошла к висевшему на стене большому зеркалу и стала внимательно осматривать от него свое отражение. Видимо, она осталась довольна произведенным этим осмотром на нее впечатлением. Она отошла от зеркала с той же самодовольной улыбкой, с какой подошла к нему. Усевшись у стола, она стала раскладывать карты. Засаленная колода, которая всегда лежала на столе. Карты тоже выходили все хорошие. Вышло даже четыре туза, что несомненно означает исполнение желания. Прекрасное расположение духа таким образом не покидало Дарью Николаевну. Костя, между тем, в волнении ходил по своей комнате и со страхом думал о предстоящем ему свидании с Дарьей Николаевной. Хотя он решил противодействовать всеми силами своей душегнусным замыслам на него этой женщины-зверя и был уверен, что под щитом чистой любви к Маше выйдет победителем из предстоящего ему искуса, но сама необходимость подобной борьбы горьким осадком ложилась ему на сердце. А потому нашел ненужным тревожить ее пустыми опасениями. Да и как он мог этой чистой девушке рассказать всю ту опасность, которая предстояла ему в будуаре Салтыковой? Она бы и не поняла его. Так думал он и молчал.